МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале 1-й Карагандинский, в студии работает Гульнуржакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Частный детский сад на 140 мест открылся в Караганде. В будущем здесь планируется размещать государственный заказ. Новое дошкольное учреждение посетил Аким города Нурлан Аубакиров. В Бухаржураусском районе успешно реализуется инвестиционный проект «Умный рудник». Аким района Шавурашид Мамалинов выступил в региональной службе коммуникации. Подарки принимать нельзя, а если и дарят, то передавать подарки в специальный фонд. Карагандинским чиновникам напомнили о необходимости соблюдения законодательства о государственной службе. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Обо всем более подробно. Частный детский сад на 140 мест открылся в Караганде. В будущем здесь планируется размещать государственный заказ. Открытие сада, реконструированного в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020», посетил Аким города Нурлан Аубакиров. Новый детский сад, рассчитанный на 140 мест, будет работать с 8 утра до 8 вечера. Это продумано для удобства родителей. Здесь будут применять современные подходы воспитания, развивать трехязычие и творческие способности маленьких карагандинцев. Это обойдется родителям всего лишь в 11 тысяч тенге. Ведь на 125 мест, а это почти 90%, будет размещен государственный заказ. Эффективность государственно-частного партнерства в дошкольном образовании подчеркнул и Аким Караганды Нурлан Аубакиров. И это именно понятная система. Она позволила открыть большое количество частных детских садов. А это за последние буквально полтора года более трех тысяч новых мест. И сегодня мы видим такую позитивную тенденцию, при которой родители имеют право и возможность уже сегодня не просто попасть в детский сад, а выбирать детский сад. То есть мы выходим на ту конкуренцию, когда и частные, и государственные детские сады, путем создания комфортных условий, путем улучшения материально-технической базы, применение передовых инновационных методик в воспитании подрастающего поколения привлекают наших детей и дают соответствующее базовое образование. В детский сад «Алтенбесек плюс» будут принимать детей с года. Персонал подобран, кабинеты оборудованы всем необходимым. Стоит отметить, что учредители данного сада могут похвастаться богатым опытом в этом бизнесе. Эффективность их работы доказывает детский сад «Алтенбесе», который успешно функционирует более пяти лет. Никто не сомневается, что и этот сад ждут годы процветания. Уже подобран полностью штат работников. Это высококвалифицированные опытные специалисты с большим стажем работы. В нашем саду будет пятиразовое сбалансированное питание. Будут для удобства родителей, чтобы они не возили детей по всему городу. У нас будут свои секции, будут свои кружки, пятиразовое сбалансированное питание. В саду будет все для полного пребывания дня, для удобства детей. Миссия нашей компании – это чтобы ребенок развивался ногу со временем, чтобы открывались его яркие таланты. Видеть свое чадо одаренным и талантливым мечтает каждый. Многие родители признаются, что при выборе детского сада именно количество кружков и дополнительных занятий становится решающим фактором. Очень много дополнительных секций в садике. И что ребенка привозишь утром и вечером забираешь. Мой ребенок посещает каратэ, посещает хореографию. Также мы получаем дополнительное образование по казахскому языку. Скажем так, вот мы подготовительный класс посещаем. Очень нам нравится. И преподаватель наш, Гульзат Бахатказа. Я думаю, что заслуга в этом всем директора, Гульнара Майдамбековны, потому что организовать такой садик и держать это все, управлять этим – не очень легкая работа. Следует подчеркнуть, что в текущем году в Караганде планируется открытие еще нескольких частных садов по линии государственно-частного партнерства. Это позволит полностью удовлетворить потребность детей от трех до шести лет в дошкольном образовании. Торжан Лянова, Аман Кожанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Бухожиравском районе успешно реализуется инвестиционный проект «Умный рудник». Внедрение цифровизации позволило повысить уровень безопасности и эффективности работы. Об этом в ходе брифинга в региональной службе коммуникации сообщил Аким района Шагурашид Мамалинов. Внедрение цифровизации на руднике Нурказган позволило повысить уровень безопасности и эффективности работы. К примеру, добыча медной руды составила 137% по сравнению с прошлым годом. Такие данные привел Аким Бухожиравского района Шагурашид Мамалинов, выступая на брифинге в региональной службе коммуникации. Внедрение цифровизации позволило, в первую очередь, повысить уровень безопасности для людей и эффективности работы, увеличить производительность труда. Так, добыча медной руды составила 3,8 миллионов тенге или миллионов тонн, или рост 137%. Производство меди в медном концентрате составило 122 тысяч тонн, или рост на 15% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. На территории специальной экономической зоны Сараарка действуют 5 предприятий. Ими произведена продукция на сумму свыше 9 миллиардов тенге. Аким также доложил, что на сегодня решена проблема с нехваткой потребительского угля. В ходе модернизации были закуплены на предприятии разрез Садкомер 29 единиц специальной техники, гидравлические экскаваторы, карьерные, большегрузные автомобили. Также и разрез Кучикинский приобрел 6 единиц на сумму 2,5 миллиарда тенге. Своевременно были произведены вскрышные работы, что позволило увеличить добычу угля более чем на 30% это по Кучикинскому угольному разрезу. Кроме того, то разрез Садкомер удвоила добычу угля. Если в прошлом году было 345 тысяч тонн, то в этом году добыто 690 тысяч тонн. Неплохих результатов добились и агропромышленные предприятия. Глава района отметил, что на некоторых участках крестьянских хозяйств удалось собрать урожай объемом до 30 ценнеров с гектара. Удалось это благодаря внедрению цифровых технологий, а также совершенствованию техники и оборудования. В целом, по индексу физического развития, район занимает четвертое место в Карагандинской области. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Статью президента «Семь граней Великой степи» поддерживают студенты и профессора Карагандинской академии Болошак. В ВУЗе отметили, что статья главы государства актуальна и современна, поскольку позволяет более объективно оценить наше прошлое и настоящее, обозначить горизонты будущего. Основная идея статьи заключается в преодолении европоцентристского взгляда на свою историю, что позволит понять истоки казахского народа и всю национальную историю во всей глубине сложности, опираясь на строгие научные факты. Об этом говорили в академии Болошак, обсуждая статью главы государства «Семь граней Великой степи». «Есть крупные государства, есть маленькие. У каждого народа есть история, свой менталитет, и мы должны в это окунуться. Мы тоже можем похвастаться богатой историей. Мы унаследовали многое от тюркской цивилизации и Золотой Орды. Эту идею красиво представил Нурсултан Назарбаев. Теперь нам остаётся поддержать это начало, пропагандировать такие идеи». Участники обсуждения подчеркнули, что уникальность статьи главы государства заключается в глубоком переосмыслении наследия предков. Основная миссия – новый формат введения роли Великой степи в мировой истории и сопричастности современного Казахстана к этой истории. И это важно для того, чтобы молодое поколение осмысленно понимало свои истоки, национальную историю во всей сложности и глубине. «Для меня, как представителя молодёжи, это событие является очень значимым, потому что мы должны обсуждать такие важные темы, как культура, традиции нашего народа. Мы должны знать свою историю, должны быть патриотами своей страны, и без этих знаний мы не сможем духовно прогрессировать». «Президент в своей статье «Семь граней Великой степи» писал о том, что мы должны вспоминать историю не для того, чтобы говорить, какие казахи были необычны, а для того, чтобы знать своих предков. Следующий год в Казахстане – это год молодёжи, и вся надежда, конечно же, возлагается на нас. И мы должны вспомнить всю нашу историю, и мы поддерживаем это». В статье ясно выражены исторические, научные и моральные ориентиры, которые важны для дальнейшего развития нашего общества и страны в целом. Объявленные президентом шесть новых крупных проектов дадут новый мощный импульс развития науки, культуры и искусства, отметили участники «Круглого стола». В рамках мероприятий, посвящённых предстоящему дню первого президента, в Академии также прошёл республиканский флешмоб. Студенты исполняли песни в караоке, используя латинский алфавит. Андрей Тенаманкужанов, Андрей Тимофеев, Первый карагандинский. Подарки принимать нельзя, перерабатывать тоже. Карагандинским чиновникам напомнили о соблюдении законодательства о государственной службе. В областном Акимате состоялось заседание, организованное по инициативе Департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции. Антикоррупционная служба призывает карагандинцев не дарить подарки госслужащим. Вознаграждения в любой форме грозят административной или уголовной ответственностью. Всё зависит от того, превышает ли стоимость подарка два месячных расчётных показателя. К ответственности привлекаются оба лица. Сегодня госслужащие сдают подарки в специальный государственный фонд. За истёкший период 2018 года в него поступили 54 подарка на сумму около 300 тысяч тенге. В преддверии праздников специалисты Департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции решили усилить разъяснительную работу. В прошлом году в преддверии новогодних праздников нами проводились инспектирования, в ходе которого в кабинетах были выявлены отдельные сувениры без каких-либо документов. По результатам инспектирования госслужащие убрали из своих служебных кабинетов сувениры, подарков, а остальные были сданы в специальный государственный фонд. На сегодняшний день эта работа находится на контроле в агентстве и проводится на постоянной основе. Сейчас в преддверии праздников данная работа будет проводиться на постоянной основе. Принятие подарков – лишь одно из немногих нарушений законодательства о государственной службе. Одной из острых проблем являются и незаконные переработки. Чтобы обсудить эти вопросы, Департаментом по делам госслужбы и противодействию коррупции было проведено заседание в областном Акимате. На повестке дня было три вопроса. Это факты переработок, принятие подарков и бесплатный медицинский профосмотр. Очень важно проводить подобные мероприятия. Они служат напоминанием для государственных служащих. В заседании приняли участие руководители территориальных подразделений, центральных госорганов и местных исполнительных органов, а также Акимы городов и районов. Торжан Лянова, Аман Кожанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Областное управление здравоохранения подготовило ряд мероприятий, направленных на информирование населения об этом смертельном заболевании. Одно из них прошло во Дворце культуры Нового Майкудука, где специалисты встретились со старшеклассниками и студентами колледжей. Что вы знаете вообще о ВИЧ-инфекции? Ничего. Потому что это не умирает. Подростковый возраст – то самое время, когда можно и нужно говорить о том, как не стать жертвой заболеваний, передающихся половым путем, в том числе и ВИЧ-инфекцией. Специалисты общественного объединения «Традиции здоровья» встретились со старшеклассниками и студентами колледжей для того, чтобы рассказать о необходимости вести здоровый образ жизни. Жизнь молодежи настолько интересна сейчас, что можно и заниматься спортом, и увлекаться какими-то еще творческими занятиями. То есть направить свою энергию, свое свободное время на развитие и, конечно, на гармонизацию своего здоровья. В рамках мероприятия состоялся семинар-тренинг с психологом Центра СПИД. Кроме того, в оздоровительной части акции каждый желающий мог принять участие в экспресс-диагностике. Специальный прибор показывал состояние здоровья испытуемых. Во всяком случае, об этом заявляли организаторы. Широкомасштабная акция по профилактике СПИД мы проводим в рамках социального заказа. Да, она проводится в этом году впервые. До этого мы проводили акции подобного рода только по другим профилактическим направлениям, по профилактике суициды, девиантного поведения. А сейчас мы решили провести, оно приурочено как раз и к 1 декабря, он отмечается как Всемирный день борьбы со СПИД. Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается уже 30 лет. Тема предстоящего дня – знай свой ВИЧ-статус. С таким призывом врачи-эпидемиологи обращаются ко всем жителям Карагандинской области. С 1990 года в Карагандинской области зарегистрировано около 5300 ВИЧ-инфицированных. Андрей Тензо, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Карагандинской области провели республиканскую акцию «Я и мой полицейский». Цель акции – ознакомить детей и взрослых с работой полиции, а также обучить основным правилам поведения в общественных местах и на дорогах. С молодежью стражей порядка также обсудили проблемы наркомании. Это нерасцветленные происхождения, там еще химикаты. Вот это все синтетические наркотики, которые к нам поступают, это через Китай и через Россию. Именно синтетические наркотики сегодня являются настоящей головной болью правоохранительных органов. Труднее выявлять распространителей, поскольку общение происходит через социальные сети. Труднее привлекать, поскольку новые наркотики даже не внесены в список запрещенных. Одно из главных направлений остается профилактика. Встречи со школьниками и студентами проходят в рамках республиканской акции. Данное мероприятие приурочено к акции, республиканские акции «Я и мой полицейский». Данное мероприятие проводится во всех учебных заведениях области с вовлечением туда всех сотрудников правоохранительных органов. Данное мероприятие проводится по показанию работы, объяснению показаний работы сотрудников полиции, сотрудников правоохранительных органов. Полицейские рассказали студентам о криминогенной обстановке в регионе, привели яркие примеры преступления среди учащихся, а также меры ответственности за их совершение. Андрей Тан, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Трансляция опыта Назарбаев интеллектуальных школ дает первые плоды. Средняя общеобразовательная школа номер 58 поделилась своим опытом в дополнительном образовании. В учебном заведении состоялся педагогический семинар с участием представителей школ Караганды. Сегодня в Карагандинской области активно ведется работа по трансляции опыта Назарбаев интеллектуальных школ. Подтянуть средние общеобразовательные школы на их уровень поручил глава государства. В школе номер 58 также стремятся повысить уровень преподавания, совместить классическую педагогику и инновационные методы обучения. На примере Назарбаев интеллектуальных школ здесь уделяют особое внимание всестороннему развитию детей. В нашей же программе тоже предусмотрено это направление, где мы после обеда развиваем интеллектуальные, творческие, физические возможности детей через серию дополнительных занятий, кружков, секций, факультативов. На базе нашей школы, вот уже шестой год, работают две программы. Первая программа – это классы развития. И вторая программа – это кадетские классы, основанные по гендерному типу. Вот сегодня мы предлагаем опыт работы и результаты работы в классах развития. В рамках педагогического семинара сотрудники школы поделились своим опытом с другими школами города. Они рассказали, как развивать в детях творческое начало и увлекать их полезными занятиями. После обеденные часы наши дети не сидят без дела. У нас есть много дополнительных занятий, которые нравятся и школьникам, и родителям. Мы развиваем у детей логическое мышление, речь, танцевальные навыки и лидерское качество. Семинар прошел в форме педагогического квеста и дайвинга. Учителя отметили важность обмена опытом между школами. Ведь только объединяя усилия, можно добиться результатов модернизации образовательного процесса. Тохжан Лянов, Айден Жакан, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. И смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Сау Болгстер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова